друзья всем привет вы на канале джем сегодня поговорим о межкомнатных дверях потому что межкомнатная дверь это разумеется не просто открыть закрыть войти выйти это еще и важная часть интерьера которая всегда перед глазами будь то она закрытом состоянии или будь она например в открытом состоянии вы ее видите и никуда от этого не деться поэтому если дверь например не подходит вообще не по дизайну не по цвету да мне не знаю по каким еще критериям она может не подойти но по всем остальным критериям не подходит и сильно мозолит глаз конечно это раздражает как не попасть в такой просак чем двери отличаются друг от друга почему одна например стоит 3 600 а другая стоит 6 600 вот об этом мы сегодня и поговорим начнем мы конечно же с того что будем подбирать двери под какие-то наши интерьерные идеи само собой вот такая вот дверь вот такая несомненно красивая несомненно крутая классная вся такая резная вся такая обалденно хорошая тяжелая массивная дверь не подойдет в интерьер лов хай-тек да еще много в какие в скандинавский интерьер такая дверь не подойдет мы просто не сможем подобрать под нее подходящую мебель например не сможем не получится то есть такой интерьер это должен быть только классический интерьер в каком-нибудь викторианском стиле это да это дорого богато это проходите ко мне в замок пожалуйста да так же как и например с точностью наоборот двери подобного дизайна органично вписываются влов хай-тек вот здесь вообще посмотрите текстура например здесь у нас под декоративную штукатурку а здесь вообще структура бетона причем здесь у нас бетон еще и со с алюминиевыми вставками ну то есть хай-тек или лофт просто идеально поэтому подбираем в первую очередь двери по дизайну какой куда подойдет вот посмотреть тоже какая какая обалденная дверь для стиля лофт просто шик абсолютно с первым делом обращаем внимание на дизайн а теперь давайте о цене смотрите цена двери это не просто цена полотна если где-то бывает такое что вы видите а вроде бы не дорого стоит цена за полотно 4000 но цена за комплект уже 6752 видите да 6752 почему потому что цена за комплект состоит из полотна короба и наличника с двух сторон и стоимость этих дополнительных элементов которые необходимы для любой двери она может сильно отличаться поэтому такое часто бывает что вы например выбираете недорогое по стоимости полотно а в сборе дверь получается дороже чем какая-то другая из более качественного и более дорогого материала на это тоже нужно обращать внимание всегда смотрите на стоимость двери в сборе некоторые магазины специально указывают стоимость например только за полотно чтобы выбрав на витрине понравившееся вам полотно вы посчитали что это абсолютно доступная цена и затем уже сидя с менеджером эта цена превратилась пункт 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 уже вдвое больше вот но у нас такого нет у нас сразу же на ценниках на всех указано цена за комплект туда входит как мы сказали короб полотно и наличник с двух сторон все туда уже включено поэтому вы имеете представление о полной стоимости абсолютно двери ну за исключением разве что ручек естественно давайте к другим критериям выбора межкомнатных дверей так ну само собой по назначению помещения двери тоже должны отличаться потому что вот например сами понимаете да в санузел такая дверь не подойдет с таким стеклом смотрите вообще двери со вставками со света прозрачными они могут подойти на кухню и в гостиную спальне нам вот эти вставки света прозрачные ни к чему там наоборот нам нужно максимальное уединение поэтому туда мы берем света непроницаемую дверь ну естественно в туалет ванну само собой также без стеклянных вставок либо если со стеклянными вставками то очень 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 матовыми но в любом случае вы наверняка ловили себя как-нибудь на такой мысли что вот находитесь вы в санузле перед вами дверь с матовым стеклом а вы сидите думаете а точно не видно ничего через это стекло или чё-нибудь может быть все таки видно поэтому чтобы избежать этих вот этих вот мыслей лишних берите непрозрачную дверь кроме света пропускаемости также важным критерием является звукопроницаемость и как бы это странно не было но и запахопроницаемость потому что например вот на кухню и в санузел желательно двери выбирать конечно же максимально запахонепроницаемый вот например в спальню или в детскую желательно выбирать дверь максимально звуконепроницаемый разница уже слышно я уверен вот это будет еще тише а нет вот это оказалось тише других выбираем звука максимально звуконепроницаемые двери ну нет это прям полая внутри она очень красивая но звукопроницаемость это не про нее вот это снова вернулись к этим замечательным викторианским дверям а вот это абсолютно звуконепроницаемое а у на тут звукопроницаемость на уровне чтобы естественно звуки из других помещений там не мешали ребенка там не разбутили либо вам отдыхать спальне не мешали условно двери можно разделить на два типа первые это из натурального массива и второй тип это из других комбинированных материалов натуральный массив ну круто конечно натуральное дерево все осталось но а теперь о недостатках первый цена естественно цена гораздо выше второй очень тяжелая дверь дверь тяжелая со временем петли провисают дверь начинает плохо закрываться со всеми вытекающими третье влагостойкость да можно какими-то составами и обработать которые повысят ее влагостойкость но это сами понимаете для ванной такая дверь например не подойдет вот поэтому в магазинах в основном представлены двери из других комбинированных материалах вот о них сейчас давайте более подробно и заострим внимание и так комбинированные материалы в большинстве своем представляет из себя двери из мдф на которой наклеена сверху пленка но пленки тоже бывают разнообразными и разные у них свойства и разные в них функции но есть такая пленка которая называется эко шпон она в точности копирует абсолютно полностью всю текстуру весь цвет и даже на ощупь даже на ощупь она полностью имитирует дерево вот вот посмотрите на эту дверь казалось бы массив а нет это как раз таки эко шпон кроме эко шпона бывают также на полотна микрофлекс это та же пленка которая также наклеена на мдф основания вот которая также копирует текстуру дерева но мы с вами мы с вами глядя на это и трогая это дерево понимаем что все-таки это пленка в отличие от эко шпона вот но и существует также пвх пвх этот трехслойный специальный безопасный пластик и такая дверь она максимально влагозащищена она максимально износа устойчива и стоит кстати относительно недорого ну и само собой разнообразие цветов и фактур в этих дверях как например ну вот опять же еще пвх мы видим абсолютно разные то есть дерево здесь вообще декоративная штукатурка как будто бы шелк ну то есть разнообразные вообще внешний вид кроме того еще и конструктив бывает у дверей разные существуют двери так называемые царговые и вот как раз яркий представитель что это значит основание вот такие плотные да по краям двери справа и слева сверху все это скреплено а в центре вот здесь панели царговые и поэтому даже при повреждении какой-то одной панели например ну случайно там случайно там с разворота ударили в дверь ногой ну бывает пробили вот эту панель и даже ее одну можно будет поменять не меняя всего полотна тоже согласитесь достаточно удобно но и не забывайте что двери мы подбираем либо под мебель либо подбираем под плинтуса если у нас например темный пол мы берем контрастного цвета двери то есть мы не берем также темные двери вот ну а если подбираем под мебель то помните что самое главное это температура оттенков то есть если у нас холодные цвета да то мы берем холодный если у нас теплые цвета то мы берем двери тоже цвета теплого но и остался еще такой небольшой нюанс который кстати является тоже одним из очень важных во внешнем виде это фурнитура двери часу то не поговорим итак фурнитура не только из дверного полотна короба видоборных планок состоит дверной дверь и дверной проем но и конечно же это петли на них не стоит экономить само собой потому что именно от качественных петлей зависит то как будет ваша дверь открываться не провиснет ли она со временем ну и по дизайну кстати тоже согласитесь взять например черную дверь например черную дверь и к ней какие-нибудь золотистые или медные петли но будет не очень не очень будет поэтому петли тоже можно выбирать и по цвету вот и по фактуре они бывают матовые бывают сатиновые бывают глянцевые в общем с петлями но тоже можно вы не забывайте по разные полезные вот такие вот мелочи нюансы к такие как ограничители двери магнитные разные ограничители двери вот это кстати очень удобный вот чтобы дверью бам-бам не делать и дверь не ломать и стены не бить ну а теперь о ручках вообще на мой взгляд ручки это одно из самых важных вообще в двери ручки это прям вот то на что нужно обратить внимание если у вас лофт хай-тек что угодно с прямыми линиями с правильными линиями и со всем остальным и вы например берете пусть даже черного цвета но вот такую ручку с изгибами все пропало считайте все пропало или у вас например весь такой а ну вот еще вот еще вы что вот еще круче представьте у вас опять же какой-то лофтовый интерьер и у вас вот такая ручка двери с вензелями все как надо по красоте ну вы понимаете да как это смотрится для всех этих случаев есть же специальные ручки специальной формы специального дизайна посмотрите какой простой геометрии вот все это все это туда подойдет ну и конечно не забываем что а ну кстати вот а вот и мои ручки любимые вот такие дома у меня стоят вот ручки классные единственный нюанс ни в коем случае вот об эти углы нет ничем не задевайте эти углы они очень больно царапаются вот если будете как-нибудь мимо такой двери держать бежать берегите бака вот а так ручки в целом очень классные еще один нюанс это конечно же замки ну те самые заверточки и тут моя опять же личная рекомендация брать отдельный вот такой замок на дверь вот такой отдельный который да вы заплатить чуть больше за установку да это так но в случае выхода из строя замка вам не придется еще и менять полностью всю ручку в отличие от подобных конструкций где замок и ручка защелка и ручка объединены в один узел в отличие от этого всего вам не нужно будет полностью это все менять замки куда мы ставим само собой в санузел в ванную и моя рекомендация на кухню почему казалось бы но от кого прятаться на кухне если у вас дети маленькие дети есть то тогда на кухне прям сто процентов надо потому что они с утра встают пока вы еще дрыхнете бегут на кухню и там чем попал занимаются вот чтобы этого всего избежать берем замочки еще и в кухонную дверь не все и так будет гораздо спокойнее и так как вы поняли межкомнатные двери выбирать это тоже не так-то просто тут нужно все за и против сопоставить здесь нужно все выбрать и подобрать вплоть до ручек петли естественно ну и само собой дверного полотна со всеми необходимыми вещами чтобы это все гармонировало в вашем интерьере потому что дверь это неотъемлемая часть дизайн одна из важнейших частей дизайна и естественно если ремонт тут же вам рановато эту фразу сказал а вот про рассрочку про срочку я же вам еще не говорил выбирайте двери сколько вам нужно будет и у нас в джеме можно в рассрочку без правоначального взноса без переплат все это приобрести вот и не хлопайте двери и подписывайтесь на канал и другие видео смотрите и